Здравствуйте, дорогие! Встречаемся с вами сейчас в самый канун Пейсиха. Пейсих считается Хагахерут, праздник свободы и праздник основания еврейского народа. То есть нация была как нация до того времени тоже, и государство было уже начершено еще со времен Абрагама. Но как народ во всем своем смысле. Народ, единый, имеющий культуру, имеющий стремление. И главное, что имеющий своего постоянного единого и единственного Бога, единственную веру. Вот началось это из исхода Евреев из Египта. В сегодняшний день, в сегодняшний вечер, вернее, евреи должны выполнять бадикат хамец. Бадикат, это мы должны проверять все, что находится в нашем расположении и в нашем распоряжении, в нашем хозяйстве, в наших владениях, проверить и установить, что там нет хамец. А что такое хамец? Хамец – это любое мучное блюдо, которое прошло процесс брожения. Вот такое тесто, любая его частица, уже мешает празднику Пейсах. Пейсах, когда нет хамеца. Никакого хамеца. Обратное хамецу – маца. Маца – это совершенно пресный хлеб. Мука и вода, чистая вода. Делается лепешка тонкая-тонкая и сухая, главное. Протяжение смешивания воды и муки во время работы, во время обработки, должно продолжаться не больше 18 минут. Вот это называется маца. Это, если мы просто скажем, вот это обычный хлеб, а это особенно испеченный хлеб, в котором нет квашения. Мы стараемся изучать торбу в ее внутренней части, в ее глубокой намеренности. Имеется большой и глубокий смысл в хамеце и в маце. Начнем с того, что написано в каббале хамец. Пишется буквой хет, мен цад, маца как пишется, мен цад и гей. То есть две буквы те же самые, одна есть небольшая разница. Хет и гей. А какая разница между хетом, хет, буква хет в еврейском алфавите, и гей. Хет – это как карниз и косяки. Два косяка и сверху карниз. И они полностью соединены. А внизу открыто все. Но внизу уже идти некуда. Низь – это пол. А гей, он почти такой же. Только у него карниз прикреплен к одной ноге. А от второй ноги он немножко оторван. То есть есть проход. Хамец, если не дай Бог, человек сошел с правильного пути. А кто в наше время не сходит с него? Кого не выбросила судьба на чужбину от нашей культуры, от нашей Торы, от нашего Бога? Очень многих. Но это не хамец. У них всегда есть гей. Это стимул мацы. Это причина для того, чтобы вырваться. Оторваться от того, что у тебя есть. Что тебя сжимают, угнетают. Ведь это не секрет для каждого. Так, что у нас на протяжении веков пытаются поработить. Но не поработить в простом смысле этого слова, как это было в первом нашем изгнании, в Галуте нашем, в Египте. А намного глубже. Физически легче. А на самом деле это намного глубже. И пытались нас от этого оторвать от наших корней. В Египте тоже было положение, что вот это физическое рабство обернулось очень плохо против евреев. Многие из них уже перешли в эту магию рабства. И было уже хорошо быть рабами. И они уже подражали египтянам. Вошли в глубину их культуры. Поэтому 80% евреев не вышли из Египта. И, между прочим, то же самое повторяется в каждом поколении. Началось все с первого греха, когда Всевышний сотворил человека и дал ему право на выбор. И тогда было и добро, и зло. Но зло и добро было отдельно. Это было видно. После греха Евы и Садама стало и рвувья. Это смешалось в одно большое что-то, сплетенное очень часто и очень густо. и трудно различить. И поэтому у человека всегда есть какие-то порывы к чему-то добрыму и к чему-то злому. И ему трудно знать, трудно определить, откуда это исходит. А для этого есть хасидизм, есть кабала, есть наша дорогая Тора, которая тоже тебе открыто все вот так не выбрасывает. Нужно трудиться. Он известный по учению наших мудрецов, что если ты будешь напрягаться, обязательно найдешь. А если нет, никогда не найдешь. Нужно всегда напрягаться и искать, прокладывать усилия. Когда мы приложим праведные усилия, которые начинаются вот в этой митве соблюдения Пейсиха, мы должны искать у нас хамец. А хамец в простом смысле это тесто квашеное, обыкновенное. Мы должны искать у себя, что такое тесто квашеное. Это взбухшее тесто, тесто, которое преподнялось. Чувство человека, что он есть, существует, это ему недостаточно. Он хочет, чтобы он существовал так, что он над всеми. Он умнее, он добрее, он талантливее. Все, все, все преимущества, которые есть. А если надо, так он сильней, он могущественней. И вот эти качества, они считаются хамец. Их надо искать и сжигать в себе. Все вот эти наши гонения, которые произошли от того, что народы вздувались против нас, смотрели на нас сверху. Мы были унтерменшен. Унтерменшен у людей, которые не умели не то что читать и писать до того, как мы попали в их сторону. Они говорить между собой не умели. Они лазали по деревьям и ели бананы там, и не могли, и не знали, как одеться. И вдруг эти люди себя почувствовали, что они иберменшен, они над людьми, а мы под людьми. Унтерменшен. И это настолько, настолько развилось у них, и настолько углубилось, что они решили нас уничтожить. Мы лишние в этом мире. Потому что мы единственные, которые знаем, откуда мы происходим и для чего все эти испытания на нас. Мы единственные. Потому что мы это знаем еще и с Танаха. В Танахе написано ясно, что придет такое-такое-то время и будет, и встанут такие-такие-то. И есть мудрецы, которые еще до недавнего поколения говорили, что это Германия и что это Гитлер еще до того, как был Гитлер на свете. И мы уже имели все эти определения. И с Танаха. И там также написано, что если мы поддадимся этой культуре, которую пытаются в нас впрыснуть другие народы, то будет очень плохо. То нас за это накажут. Нас добрым путем невозможно будет вернуть в свое назначение. Нужно будет немножко такую тугую щетку мочалку. И будет болеть, когда надо будет мыться. И вот все это произошло, мы это уже знаем изо всех поколений. А сейчас, слава Богу, определяется все, что нам предрекали наши пророки. Все, что записано, в Сихарье, в Ихэсклу, все, что записано в 38-м параграфе Ихэсклу, и мы видим, что происходит. Что после того, как мы пройдем главную часть Хевлей-Мушиах, что это холокост, который был, когда треть нации была уничтожена, и мы прошли это, после этого будет у нас вернемся в свое государство, где мы не были 2000-2000 лет, в свою страну. И тогда будут нас наезжать опять, еще раз, еще раз, из севера, из востока, из запада, из юга, со всех сторон. но мы держались, продержались войну 48-го года, потом война 56-го, потом война 67-го, потом война 73-го, и вот так дальше все продолжающиеся войны. И что интересно, это все, это всего еще недостаточно. Почему? Что пока мы еще этого не осознали, мы еще не там, мы, большая часть из нас еще не веруют в то, что нужно. Мы еще каким-то образом стараемся перед ними оправдаться, и чтобы они нас как-то приняли в свои объятия. Мы не понимаем, что их объятия это медвежьи объятия. Они хотят, чтобы они попали в наши объятия. Для этого был сотворен иудейский народ. Для этого был сотворен еврея. В Хумаш дворим написано, что Ки-и-хохмадхэму бинатхэм лейнея-амим Тора, которая дал нам Всевышний, она проходит через нас. То есть мы ее выполняем и мы передаем ее другим народам. Она является мудростью вашей, правильностью вашей логики. И так на вас смотрят и возвращают глаза народов. все народы смотрят на нас для того, чтобы учиться у нас и для того, чтобы подражать нам, и для того, чтобы быть благосклонными к нам, чтобы помогать нам, чтобы быть кооперативными с нами. Но мы сами противимся этому. Мы хотим подражать им. А для этого нет основы. Когда Всевышний сотворил мир, ясно было, как должны себя вести сотворенные люди, сотворенные животные. Было ясно. Всевышний с таким рвением сотворил мир. Ему было так хорошо. Он увидел в первый день, ой, хорошо, второй день, хорошо. В третий день, два раза хороший день был добрый. И все. А потом все пошло плохо. докатилось до той степени, что надо было утопить все водой, потопом. Я не скажу, что он не замедлил, он это долго ждал, пока он это сделал. Построить ковчег Ной взяло 600 лет было ему. Больше чем 100 лет, пока он строил этот ковчег. Всевышний не торопил его, он хотел, чтобы люди спросили, для чего ты это строишь? Всевышний обещает поток, и тогда может быть они опомнятся, но они не опомнились. Начался поток, и сохранился только один Ной с женой и с тремя сыновьями. И потом эти трое сыновей, выйдя из ковчега, они обновили весь мир. Мало того, что весь мир прошел омовение водой Всевышнего, это как миква. Те, кто знает, что такое миква, знают, что она очищает, это духовное очищение. Потоп очистил. Теперь надо опять жить заново. Ну, и было у него три сына, и один из них, которого звали Хам, не случайно Хам, вот это его оригинальный Хам, его хамство было безграничное. И он столько успел нагрешить против своего отца, что отец его проклял. Проклял, дал ему все страшнейшие проклятия. Рабом рабов ты будешь. То есть этому человеку нет покаяния, у него не может быть покаяния, он не умеет каяться. Это одно слово. А слова Ноя это слова, которые будут исполняться до конца существования нашего мира. Святой человек был Ноем. Написано черным по белому в Торе. Это не просто так. Есть еще два сына. Два сына, которые разделяют все человечество. Плюс к Хаму. От него тоже есть потомки, которые подобны ему и подлежат этим проклятием, которыми Ной проклял Хаму. Но есть еще два народа, два сына. Один из них Ефет и один из них Шейм. Это Семи, это Семиты. А мы Семиты, мы потомки Сема, потомки Семи. Самые большие благословения получил он Сем. Ефет тоже был благословен и довольно успешно благословен. Семиты прикреплены все время к ее обычаям беспрерывно. И они будут вечно так и будут пытаться отрывать. Кто их будет отрывать? Народы, потомки Хама. Они захотят снять с них защиту Всевышнего и его интерес в их продолжении. Будут еще народы, которые больше изъев это будут. Меньше ненавидят евреев, чем потомки Хама. Вместе с тем среди них тоже будут такие, которые будут завидовать. Но большинство захочет помогать евреям. Не то, что помогать, а даже участвовать. А будут такие, которые у них ненависти не будет. но они не будут вмешиваться. Когда они будут видеть, что убивают евреев, когда они увидят погромы. Понимаете, это очень интересно, смотреть в тонах, и потом сидеть с человеком, который все это видел своими глазами. Он знает, что Петлюра, мы говорим, Петлюра зарубил 200 тысяч человек. А он знает, что Петлюра зарубил его дедушку, его прадедушку. И вот эти люди живые сегодня, мы это все помним. У нас с самого начала наша Тора это не религия, которую нам описывали каким-то образом. Тору на горе Синай получили несколько миллионов тогда людей еврейской национальности. И были там очень много неевреев. И они передают это из уста, из поколения в поколение. Это не что мы читаем что-то, что было когда-то. Нам передают, отец передает сыну, поэтому в нас это живет. Нам не скажут, вы искажаете историю. Не было Бендера, не было Гитлера, или Гитлер был правильный человек, или еще что-нибудь, имахшмога зихро, или не было Гамана, не было всего, что было тогда. Это же не меняет суть. Нас все время, особенно мы, моего поколения, моего возраста, а революция была еще до моего возраста. Ведь кого нам привели, чтобы привести эмансипацию? А что такое эмансипация? Гражданское равенство. Все права. что может быть лучше? С этой идеей пришел Наполеон. Он пришел в такое время и дал свободу, когда в России, на Руси жилось очень тяжело, особенно евреям. Это было после того, как Российская империя захватила Польшу тоже, Литву и все такое. Евреев было много и не знали, что с ними делать. Но такой мысли убивать их, избавиться от них, такого не было. Была мысль притеснить их, сдержать их. И сделали черту оседлости. Я не говорю, что это правильно, я не говорю, что это благородно. Это очень-очень жестоко. Но более жестоко было то, что хотел нам сделать Наполеон. Но вот был такой большой праведник, основоположник хасидизма Хаббат. Один из 120 учеников Магида. Магид Мазиревич, известный очень. Цадник, он был один из его, самый молодой, младший ученик. И он говорит, вышел, что нельзя соглашаться с Наполеоном, если началась война между русским царем и Наполеоном, мы должны придерживаться русского царя. Нам нельзя придерживаться Наполеона. Наполеон хочет нас искоренить. Фараон и Гаман и Гитлер пробовали искоренить нас физически, им это не удалось. Вот Наполеон, у него была идея, давай уничтожим их духовность, уничтожим их стержень, который связывает их с существованием и все. Ну и поехали. Поехали и понеслись. И оттуда, оттуда возник Карл Маркс, возникло равенство, коммунизм, весь мир насильным и разрушен до основания. Мы наш, мы новый мир построим. Кто был не тем, не кем, тот станет всем. А тот, кто был всем, кем он станет? Кто-то спросил себя? А тот, кто был всем, что с ним будет? Вы его сделаете не кем? И это они сделали. Кроме того, что сегодня нужно искать хамец, мы находимся в канун субботы, которая называется Великая суббота. поскольку она является подготовкой, подготовлением к Пейсеху. А почему она называется Великая суббота, а не просто суббота? О, нет. Великая суббота она называется не только из-за Пейсеха, что она подготовка, а потому что произошло великое чудо в этот день. в этот день, который мы празднуем каждый год. В субботу перед праздником Пейсеха произошло великое чудо. А что за чудо произошло? Перед десятым днем Ниссана, что Пейсех у нас в 14 день, а на десятый день Ниссана было велено Всевышним Моисею, чтобы каждый еврей, проживающий в Египте в то время, взял барана ягненка в дом и привязал его ногой к кровати. И чтобы он его держал там 4 дня, а на четвертый день принес его в жертву Всевышнему. То есть это посыхальная ночь. Четыре дня до этого была суббота до Пейсеха. Всевышний велел, это было еще до того, как Тора была дана, велел идти и организовать себе ягненка и завести его в дом и привязать к кровати. И сказал Всевышний так, когда египтяне удивятся, подойдут и спросят у вас ваши соседи, что вы делаете, для чего вам этот баран нужен? Вы ему ответите, мы этого барана приносим жертву ровно через 4 дня. В среду ночью мы приносим его в жертву. И евреи так это выполнили. Вот эти были первые митвы, с которыми надо было делать относительно Песоха. И что было? Что пришли, когда египтяне спрашивать, а почему они пришли? Баран служил им идолам. Они поклонялись ягненкам. И вдруг они видят, что их идола тащат в дом и привязывают его к кровати. соседи побежали, стали это рассказывать, что это. Потом пошли спрашивать земля, что вы делаете? А это было, не забывайте, уже после девяти казней, которые египтяне схватили, которые они откушали, как говорят. И они хорошо-хорошо помнили, что происходит. Года еще не прошло с тех пор. В течение года каждую неделю громили их новой казни. Короче, пришли они, к родителям вернулись. Евреи им еще добавили. В этот день, когда мы будем резать этого ягненка, в этот послеполудня, к вечеру, в ту ночь погибнут все первенцы Египта, умрут, и мы уйдем на свободу от вас, избавимся от вас, от вашего конец вам. Так когда такое услышали первенцы, они побежали к своим родителям, своим семьям, смотри, вы сейчас жертвуете нами, вы рискуете нами, нас приносите в жертву, мы первенцы. И первенцы в каждой семье восстали против родителей, и вместе с родителями пошли против властей, пошли во дворец фараона, и началась битва. египтяне официальная армия против первенцов. Это был самый большой чудо, что тогда вершилось. Нам не надо было принимать участие в этом бою, в этой битве. Они убивали друг друга. Подобное сегодня происходит к северу от нашего государства. И слава Богу, у нас пока с ними у нас тихо. Они убивают друг друга, что они сами идут и наши враги. Я говорю это открытым текстом, потому что среди наших врагов имеются такие, которые нам завидуют. Есть которые считают, что мы их обманываем. Есть которые считают, что не совсем правильно обращаемся с нашими гражданами. а есть такие ненависть, которых переходит все. Переходит все. Даже зависть денежную, даже зависть уровня жизни нашего, это переходит все. Они нас ненавидят, потому что это мы. На днях распространилось из нашей хаббатской организации Джем интервью с людьми, которые имели связь с Ребе. Один из них был во время войны Йом-Кипур консулом в израильском посольстве в Нью-Йорке. Праздники наши делятся так, что у нас за границей вне Израиля справляют два дня каждый праздник. Праздник, в котором запрещено ехать и запрещено делать все, что мы знаем, что запрещено по закону. Мы празднуем в Израиле всего один день, за границей два дня. По исходу первого дня люди, израильтяне, которые справляли всего один день, могли ехать к Любавичскому Ребе, во дворе которого справляли два дня. То есть у этих еще праздник, а этим уже можно ехать, приезжать к Новгосту. и так велось у нашего Ребе всегда приезжали посольства, консульства, многие израильтяне, которые были в то время в Америке, приезжали. И вот этот консул бывший приехал, и это он все рассказывает на эфире, вы можете это видеть. И он рассказывает так, что когда Ребе увидел всю эту делегацию посольства, он позвал их к себе, и они были там. А тут тысячи людей танцевали и пели, и смотрели на них, все, никто с них не сводил глаз, от Ребе никто не сводил глаз, он смотрел, смотрели на него, он стоял на стендере на таком, не говорил нам, а тогда как раз была война Йомкипурская, Йомкипурская война. Война Йомкипурская началась на 10-й день месяца, а это было на 20-й день месяца, на 21-й день месяца, то есть через 10-12 дней после начала войны. Но было ясно, что война уже перешла в другую стадию, то есть стадию разгрома арабов и нашего спасения. Ребе говорит этому консулу, почему вы не занимаете Дамаск, займите Дамаск. Я это первый раз слышу, между прочим. Я знаю, что Ребе просил, требовал, чтобы взяли Дамаск, захватили любой ценой Дамаск. А ему он объяснил причину. Это я первый раз сейчас слышал, он никогда об этом не говорил. И вот сейчас мне это открылось. Ребе ему сказал, пока вы не займете Дамаск, Дамаск это символ и стимул ненависти к Израилю. И пока вы Дамаск не возьмете, война с ними никогда не закончится. И посмотрите, это было в 73 году, и сколько мы с ними воевали, сколько раз мы их били, и все равно они продолжают. А сейчас набирается коалиция, которая тоже поддерживается. Эти самые близкие к нам границы, а за ними стоит Турция и великий турецкий султан набирает войско всемирное, мусульманское для разгрома Иерусалима. Иерусалим пронежит Турцию, вот так он утверждает сегодня. Я за три дня дойду до Талавима, он говорит. Ну хорошо, заставь Всевышнего вмешаться, мы не пожалеем. Наши пророки говорят, что в конце дней, период, что перед самым приходом Машииха будет война Гога с Магогом, что в иудейском понятии это не одна единственная война, но это целая серия войн, которые должны произойти в конце Галута. и это по разным нашим направлениям и толкованиям Торы, но все основано на источнике, который указан открытым текстом в Танахе. И в Танахе написано так, что ожидается основание коалиции, очень большой коалиции среди многочисленных народов мира, и во главе этого будет стоять царь Гог, и он будет воевать с нами. И эта война по Танаху будет очень-очень кровавая, и в конце концов Всевышний должен будет поразить этого врага, естественно, чудесами Гога и его армию. и так, чтобы знали все народы мира, и все, чтобы признали действительность Всевышнего. Известно, что в конечном итоге это будет так, что будут все армии, многочисленные армии мира, соберутся на Иерусалим. И тогда выйдет Всевышний против них как в день боя. А какой был день боя у Всевышнего? Было несколько дней. Один из них был, это когда евреи должны были утонуть в Красном море. И море раскрылось. А египтяне гнались самые лучшие передовые войска на громадных колесницах на быстрых на слонах шли убивать евреев. И ни один из них не остался живой. Ни один из них. Хитраж говорит, что фараон остался живой для того, чтобы он ходил как несчастный, избитый и рассказывал о всем происшедшем народам. Но надолго это не помогало. Почему? Потому что написанные евреи себя не так вели, не были благосклонны к Всевышнему, и он был не был в основном к ним. Это пророчество. Когда эти народы вдруг были разбиты возле Иерусалима по чудесным причинам, большие чудеса там были, евреи собрались и хоронили их на протяжении семи месяцев. Так много их было, и так много взяло времени. это тех, кого Бог пощадил и они остались целыми. И должны были быть похоронены по-человечески. А те, которые этого не заслужили, они остались лежать и их съедали дикие вороны, вороны, птицы и так далее, и звери. Вот это что ждет тех, которые сегодня хотят нас уничтожить? А вы только задумайтесь, задумайтесь, с тех пор, что наше несчастное государство существует. Сколько резолюций ООН вышло против нас? Вот только сейчас недавно, за вот 6 месяцев, совсем недавно, можно сказать, в этом году, вышло 27 резолюций против Израиля. А против всех остальных нет. Ничего. Ничего не бывает в мире. Никто никого не угнетает, не бывает только Израиль. Так что мы сейчас знаем, что такое Шаббат Агаду. Великая суббота, большое чудо совершилось, и мы начинаем оттуда читать. В эту субботу, после молитвы Минхи, мы начинаем читать Агаду, в том месте, где рассказано немножко о том, что произошло в Египте. Это каждый год. А потом на Сейдер-Песах будем сидеть и всю Агаду читать. Что такое вообще Хага Песах? Кроме того, что нельзя кушать хамец, нужно кушать мацу и пить вино, 4 стакана и так далее. Хага Песах по Кабале это рождение нашего народа. Наше положение в Египте, с чему приравнивается по Кабале и по хасадизму. Приравнивается ко времени беременности, когда ребенок плод находится в животе матери, в утробе матери. А как он там находится? Он находится там, что колени и локти все вместе, а голова между колен. Вот так находится еврейская нация в Галуце. А исход из Египта называется по Кабале Лидат Амисраэл. Это рождение роды Амисраэл. Еда это роды. Роды нашего народа всегда связаны как у женщин роды, связаны с большими болями. Также роды нашего проявления на свет. Вот сейчас мы должны выйти вот этот последний пейсах в Галуце. Мы в нем должны родиться. И поэтому боли есть. Но они уже не будут такими ощутимыми, как были во время Холокоста и во время сталинских гонений. Это нам все предсказал Рэбе. И он это все обернул так, чтобы история повернулась в другую сторону. Обещал нам Рэбе, что больше не будет у нас такого Галута. Но немножечко, немножечко нужно напрячься, вытянуться и вперед. Мы должны свободу нашу, нашу народную свободу, свободу религии, свободу наших нравственных корней, свободу нашей нации вознести и, как у нас говорили, догнать и перегнать. выйти на совершенно другой простор, на сферу полной свободы всего миру. Лхаев Хак Кошер Васамех Кошерного и веселого вам праздника Песах. Это наш праздник свободы. Продолжение следует...